Как выяснилось, вооруженные силы Украины, это мы уже к военным нашим делам перешли, военно-морские силы Украины заявили, что поразили ракетой «Нептун» российский корабль «Константин Ольшанский». Это еще один большой десантный корабль, был поражен в Севастополе. Этот корабль «Константин Ольшанский» на самом деле был изначально украинским военным кораблем, был украден россиянами в 2014 году. Они разбирали его на запчасти, чтобы ремонтировать свои другие корабли, но после того, как мы потопили несколько больших десантных кораблей, им ничего не оставалось, как использовать этот корабль, попытаться использовать его как большой десантный корабль по назначению. И они, наоборот, стали его чинить, поставили на ремонт, отремонтировали и собирались, собственно говоря, пустить в плавание уже как большой десантный корабль. Поэтому наши ударили по нему ракетой «Нептун». Как говорится, поражение он однозначно получил, в любом случае он сейчас не дееспособен. Так что прессуйте еще один большой десантный корабль. Если было у нас их на счету, по-моему, 6 из 11, сейчас уже 7. Интересная деталька. Помните Цезаря Кунникова, который умер в тот же день, что и одноименный корабль? Помните такую историю? Я вам сообщал, что корабль Цезаря Кунников мы утопили в тот день, он назывался Цезарь Кунников, когда умер настоящий Цезарь Кунников, в честь которого назван этот корабль. И что вы думаете? С Константином Ольшанским наши вооруженные силы практически повторили этот фокус. Дело в том, что Константин Ольшанский, герой Советского Союза, там какой-то военный моряк, он погиб во время Второй мировой войны в Николаевской операции 27 марта 1944 года. 27 марта. Сегодня, чтобы вы знали, 26 марта. То есть мы маниакально решили топить корабли в день смерти тех, в честь кого они названы. Вообще мы на фронте за последние сутки. 770 убитых и раненых россиян, 8 танков, нет, извините, 6 танков, 24 БТРа, 27 артиллерийских орудий, одна РСЗО, одно средство ПВО. Сбита также 12 из 12 ночью шахедов, но, к сожалению, не обошлось без новых ракетных атак. Вчера вечером россияне ударили по Одессе. Попали прямо по центру города. Трое пострадавших женщин, а нет, уже нет, уже до 9, извините. Количество пострадавших выросло до 9 человек. Пострадал дворец спорта в Одессе. Все это в центре города происходит. 25, нет, извините, не то, что-то я сбился. Да, 9, 9 все-таки раненых, 9 раненых. Ракеты ударили прямо в город, в рекреационную зону. Пострадали люди, у кого-то реакция на стресс, у кого-то ранение от осколков стекла. Стекла летело очень много, ударная волна задела окружающие дома. Такую тактику, да, тактика такая. Одна ракета прилетает, приехали спасатели, потом вторую ракетой ударили россияне. Такую тактику враг выбирает в ответ на то, что не имеет преимуществ вдоль линии боевого соприкосновения. Когда били по дворцу спорта, то там как раз проходила тренировка детской группы по фигурному катанию. В это время россияне ударили этими ракетами по Одессе. В Одессе до сих пор на момент вчера вечером 300 тысяч абонентов оставались без электроэнергии. В Харькове вы видели, наверное, страшные фотографии темного, черного, абсолютно Харькова, в котором нет электричества, потому что поражена ТЭЦ. И сейчас Харьков получает электроэнергию из других городов. Мы эти картины страшные, апокалиптичные помним с прошлой зимы, ну это было то же самое в Киеве. Сейчас страдает вот Харьков, держитесь, люди наши. В Харькове мы не такие, как россияне. Знаете, что сегодня устроил Соловьев? Я вот Соловьев, по-моему, вам почти никак не рассказываю, да? Но у них есть пропагандист Соловьев. И сегодня он наехал на жителей Белгорода, что они, понимаешь ли, паникуют. Что эти белгородцы? Они там паникуют, что по ним стреляют. Тоже мне развели панику, у нас война тут. Серьезно. Ну, мы же не россияне, чтобы такое устраивать. Сегодня, тем более, Харькову снова досталось. Уже днем сегодня, сегодня удар, очередной прилет по северной части Харькова. Причем за минуту объявления воздушной тревоги прозвучал взрыв. Терехов, мэр Харькова, сообщил, что пострадало нежилое здание в многоэтажке. Многоэтажки, находящиеся рядом, повылетали стекла раненых и погибших. К счастью, нет. Субтитры создавал DimaTorzok